Я все-таки хотел сказать от простого человека, простого человека, который боится этого вируса, который боится, что заболеют его родные, близкие, любимые, который выходит с опаской в магазин, с двумя масками, там, я не знаю, надевает на лицо, там, закупается на неделе и так далее, и так далее. Это вот такая жизнь человека, тем более следствия массовой информации накачивают. У каждого это есть, да и у меня это есть, у каждого это есть. Вот, если можно, ваш совет. Как вот такому человеку жить, себя вести в эту эпоху? Вот как ему подстроиться под этот вирус? Можно вот так вот, может быть, спросить. А ты успокойся. Так. Сядь, нечего бегать. И подумай, какая может быть жизнь, кроме этого второй половины 20 века, которую мы себе сделали на свою голову? Есть немножко другая жизнь. Когда ты начинаешь понимать, для чего ты живешь, ради чего ты живешь. Ты просто бегаешь, 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 пока не упадешь и не умрешь. Мы не знаем, откуда пришел этот коронавирус. Кстати говоря, это нам и не важно, допустим, сейчас. Давайте мы просто скажем, что это хорошее дело. Это вот ваши советы простому человеку, простому, простому. Простому человеку, он нас останавливает. Вирус. Да, он говорит, остановитесь, люди, земляне. Смотрите, что вы делали с землей. Вы же уничтожаете все, на чем вы существуете. Вы уже добиваете всю природу, которая вас развила, породила, воспитала, в которой вы существуете. Мир наш двигался к мировой войне. Просто то, куда мы себя вогнали, вот есть такие состояния в жизни, даже в индивидуальной жизни человека, когда он входит в нее, и он чувствует, что он из нее уже выйти не может. Это обязательно его приведет, просто затащит в какую-то такую очень нехорошую среду, в очень нехорошие дела. И он из этого выйти не сможет. Вот мы в таком состоянии находились. То есть вы говорите, что вирус даже спас, можно сказать, человечество от мировой войны, можно так сказать? Обязательно. Я в этом абсолютно уверен, что если бы не вирус, а этот, то в ближайшее время мы бы начали бы просто заниматься войной. Война – это довод, действительно. И действительно все двигалось. А мы к этому шли. Как это так? У нас другого выхода не было. Потому что мы, эгоисты, приходим к состоянию, когда только война может спасти нас, обновить рынки, обновить чего-то, и мы снова начнем бегать и все делать, после того, как разрушим все, и снова то же самое. Это то, чем мы занимаемся. Ну, смотрите, глобально мне понятен этот вопрос. А, первое, вирус сам глобальный. Это тоже удивительно. Смотрите, у природы, или у творца, что одно и то же. В запасе какие вещи интересные есть. Да, да. Он всех достал. Да, абсолютно. Да еще спокойно так. Смотрите, до этого и пожары, и вулканы, и извержения, и ураганы. Это где-то там все время казалось. Касалось тех, кто там находился. Других не касалось. Вдруг этот маленький вирус. Каждого достал. Каждого. Каждого абсолютно. Вот это вот поразительно. И все согласны с ним? Все согласны? Кто-то там еще пикал там чего-то, говорил, да, это не нам, нам плевать, нам все. Как только пришел, сразу все присели и выявили готовность. Так что нам надо понимать эту особую миссию этого вируса. Нечего о нем много говорить, надо говорить о себе, а не о нем. И не как от него защищаться, а как с помощью него преображаться. Нам. Самим. Каждому и между собой. То есть я вот сижу у себя в комнате закрытой, да, со своей семьей. Вот и подумай, вот и подумай, почему он таким образом избирательно действует. Посадил тебя отдельно в комнату, и вот ты сидишь со своей супругой, с детьми, ты с ними не встречался уже, я не знаю, лет 10, 20, 30. Впервые за долгое время. Да, сейчас ты можешь узнать, а как этого зовут, а чем ты занимаешься. О, ты уже там в пятом классе, а ты уже большой такой и так далее. Вот сейчас ты и начнешь видеть этих детей, и себя, и жену. Это вообще правильно на самом деле. Вот сейчас тоже у меня, я сижу дома впервые за долгое время, обычно я туда забегал на очень короткое время. Несчастный человек. Нет, не говорите. Вот, и вдруг сидим, жена сидит, и так начали вдруг разговаривать о жизни, и вообще как все происходит, и начали добираться вот до того, что вы говорите, как мы жили и как будем жить. Вот такие разговоры начали вести. Это добро, высшее добро, милосердие, которое показывает нам, в какой ужасный мир создали мы, и как мы в нем, в принципе, страдаем, и настолько оттупели, что мы просто рабы существуем. Утром я бегу к своей машине, завожу ее, два часа там добираюсь до работы, в этих пробках работаю, чтобы заправить эту машину и приехать домой, дома. Когда я уже прихожу, вечером успеваю посмотреть там какую-то телевизионную программу идиотскую, и завтра снова то же самое, и жена моя, а где дети мои, вообще неизвестно где и что, в каких-то кружках, за которые мы платим для того, чтобы работать, а работаем для того, чтобы платить за эти кружки и так далее. Это вообще ужас, ужас, что происходит, все эти ипотеки. То есть такой замкнутый круг, такая белка в колесе, такая все время, специально мы такой мир для себя создали. Вот давайте мы его все-таки подумаем, как нам его изменить. Вирус нам в этом поможет. Вопрос мой еще один. А страх, который неминуемо существует в человеке, вот ему какой вы совет дадите, как с ним работать? А от чего страх? Страх заразиться, заразить других. А не приходили другие вирусы, то же самое, от гриппа там или от чего-то другого. Люди не умирали. Мы просто об этом уже не говорили. Потому что привыкли к этому, что каждый год такое-то количество людей умирает. Ну так что? Тут какая-то... И сейчас тоже. Какой процент-то всего? Ерунда. Я к тому говорю, что поднимаем панику в абсолютно естественных случаях. Ну вот скажите мне, вот это попахивает каким-то высшим разумом, который нас всех прессует. Да, конечно. Да? Это что-то такое сверху, действительно. Ну так это... Логики говорят, как вы говорите. И грипп, и дорожные происшествия, это все уносит в тысячи раз больше жизни. И в то же время, и они тоже сидят дома, и они тоже, знаете, пишут, и в то же время в них сидит это, сидит, вирус сидит в них. Что это такое за высшее управление? Вот чего оно хочет? То есть это не через вирус. Не через вирус передается в меня. Это передается в меня через мозги, через внутренние ощущения. Это вирус такой. Он работает у нас в мозгах и в сердцах. И поэтому мы к нему относимся по-другому. Ты понимаешь? Ну чего тут есть? Да выпил полбутылки водки и пошел. Забылся. Да. И все. Нет. Это уже не так. И начиная с руководителей, высших там президентов и так далее, и до тех, кто работает буквально, чистит улицы, все-все перед ним склоняются. Это не просто потому, что вирус кого-то заразил или кого-то умертвил. Это не средство массовой информации раскручивания? Нет, 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 нет. Это им кажется, что они это делают. Есть много конспирологических теорий сегодня. Откуда это пошло? И интернет уже, я представляю, полонный. Забит, забит, забит всей этой фигней. Забит. Просто столько теорий, вы даже себе не представляете. Ну так и... А вы все-таки стоите на том, что это вот точечная... Это сделано для того, чтобы человечество хорошенечко так встряхнуть. Знаешь, как у ребенка, вот ты встряхнешь его, чтобы он... О! Выбил немножко из него эту дурь. Вот сейчас он может думать, слышать тебя и поступать по-другому. При этом каждого. Вот это поразительно. Каждого. Да, да, да. От президента до рыбака последнего. Да. Поэтому я очень рад, знаешь, счастлив, кто посетил серый мир в его минуты роковые. Красиво, да. Да, так что мы с тобой находимся... В минуты роковые. В минуты роковые. Это перестройка очень серьезная мира. Идеологическая перестройка, я надеюсь, это будет. А не какая-то там финансовая, психологическая. Это именно перестройка духовная. Когда мир начинает думать, зачем и вообще, для чего мы существуем. Давайте задумаемся, для чего мы живем. Как мы можем построить свою жизнь. Все-таки по-другому. Мы видим, что какой-то вирус несчастный, да, он может вдруг из нас сделать таких спокойных людей. Будем сидеть дома, не будем дергаться, не нужны нам миллиарды. Они сейчас пропадут постепенно. Слава Богу, что от них много не останется. И все прочее. Не надо ничего. Мы же выдумали все эти деньги, все эти богатства. Все это для того, чтобы красоваться друг перед другом в нашем бесконечном эгоизме. Давайте по-другому настроим себя. Настроим себя по-другому. И это возможно сегодня. Вот если бы вирус подействовал бы еще так приличное количество времени, вычистил бы нас всех, то мы бы что сделали? А вот смотри, миллиарды людей, с чего они будут жить после вируса? Вот вы мне скажите, с чего? Вот сейчас все бизнесы упадут, люди не выходят на работу. Ты видишь, самолеты на земле, корабли в портах, нечем торговать, нечего делать. И не надо ничего этого. И не надо. Обеспечим себя всем необходимым. И все. И будет спокойно все. То есть так мы придем к здоровой пище, к здоровым отношениям. Конечно. Возможно это? Возможно. Конечно, возможно. А почему нет? Если только вирус не уйдет. Ну, как? А без него мы вернемся обязательно. А вот как быть? Как быть без сны? И мы будем вернемся выше своего эгоизма. Он нас умертвляет. Этот эгоизм, это не просто здесь, когда мы желаем друг перед другом покрасоваться и быть сильнее других, умнее других и так далее. Этот эгоизм, он ограничивает нас. Он дает нам только ограниченное ощущение мира через наше тело. Давайте будем ощущать мир через наше внутреннее строение, через нашу душу. И тогда мы увидим мир совершенно другим, бесконечным, вечным, совершенным. Это не имеет никакого отношения к религиям. Это просто вот давайте мы прочувствуем через себя, насколько мы живем в совершенном и вечном мире. Наука Каббала об этом говорит. Она не ратует ни за какие религии, ни за что. Она просто развивает душу человека. и через это мы можем стать с вами действительно счастливыми. А все эти миллиарды, они все равно исчезнут. И человеку не надо будет больше, кроме обычной, нормальной, здоровой еды, нормальной одежды, нормальной семьи. Это все очень просто на самом деле. Только лишь не работать для того, чтобы выбрасывать. работаем, чтобы выбросить, работаем, чтобы выбросить, потому что у другого, соседок уже новая, а у меня еще старая и так далее. Вот это все нам надо убрать. Ну, я надеюсь, что через наши материалы в интернете люди почувствуют, что можно достичь такого состояния. а природа со своей стороны поможет нам в этом, потому что иначе, конечно, мы приведем себя к уничтожению. Ну, спасибо на этой оптимистической ноте, что природа поможет. Мы с вами. Она поможет, правильно? Поможет. Она поможет, и вирус нас не оставит. Спасибо. Всем удачи. Субтитры подогнали Симон.